Всем привет! Это инструкция на коробку от моего Бувис Зетроса. В ней больше 300 деталей, так что процесс этот будет увлекательный. И переходим сразу к делу. Список деталей на экране. Какие из них мерсовские, какие нет, я уже точно не подскажу. Ну, сборка у нас начинается с обвязки под основной дифференциал межосевой. Такая вот конструкция получается. И вставляю изнутри оси на 5,5 см со стопором, что не даст им вываливаться. Устанавливаем дифференциал. Сначала поставлю черные вот эти двенашки. И вот так дифференциал, троечка отсюда его сразу зафиксирую. Всё. Он уже более-менее держится. Так, далее. Третий шаг. Одеваю вот сюда пятерочки. Далее. Такая деталь. И на неё вот два полу лифтарма. Отсюда ось. Наживляю, так сказать. И деталь вот сюда одел. Со второй стороны то же самое. На синий пин одел. Вот так. Эти детальки у нас вот тут фиксируют. Конструкцию. Четвертый шаг. Одеваю муфточку. Ну, то есть, коннектор. Вот. На неё уже. На коннектор одеваю муфту. Чтоб она в диффер могла зайти. Вот так. Да. Значит, ось. Это у меня четвёрка, что ли. Или пятёрка, наверное. Пятёрка. Ось на пять. И здесь вот такая конструкция. Которая с помощью вот этих троечек фиксируется. Пятый шаг. Значит, и тут я вижу, что этот уже пин стоит. И как-то мне надо вот сюда чёрный воткнуть. Это было несложно. И вот сюда красный. С этой стороны сейчас тоже попробую. Здесь два чёрных. в нижнем отверстии и в среднем. На красный одеваю. Есть. Прибиваю синими пинами снизу ещё. Шестой шаг. беру осень опять со стопором. Вдеваю восьмёрочку. Вот такой лифтармчик. И вот сюда. Так. Или сначала предохранитель может я деду. А потом вот это добро. так раз. Возьму ещё одну пятёрку. Вот сюда вставляю. Со второй стороны то же самое. Восьмёрочка. лифтарм. И значит эти лифтармы должны быть у меня под 90 градусов. Вот так. Отлично. сюда красный пин вставляю. Седьмой шаг. Беру балку на 11 и вот такую девяточку. Сюда красный пин. Третье вертикальное отверстие и в крайнее синий пин. Далее надеваю сюда вот эту деталь и вот так крайнее отверстие на пин. А это на красненький. Также с этой стороны 5 синих пинов. Все пригодятся. С второй стороны то же самое. Пятое отверстие красный пин в крайнее вот сюда синий. надел и вот сюда вставил. Восьмой шаг. Беру значит коннектор синий пин. Сюда серый вот такой. И еще два серых вот так. Далее снизу вот эти штучки с черными пинами. Так и теперь мне надо это все одеть. А как одеть? Чтобы одеть центральный снимаю. Он у меня стоит вот здесь. И вот это все добро вот так одеваю. под 90 градусов. Оранжевенькие самое главное, да? Под 90 градусов друг к другу. Хорошо. Сейчас мы будем укреплять это все дело. Вот такие детали с бушами. Вот сюда. Буш пока просто наживил. Вот так вставил. Далее черные пины. 1, 2, 3, 4. Еще эти пины должны быть вот тут. Здесь внутри. А также вот такие коннекторы. поставил бисквит. 1, 2. И вот эти буши вот сюда защелкиваются. Десятый шаг интересный. У меня тут две палицы вот такие есть. Ну это восьмерочка. И вот на три со стопором одеваю. буш на одну из них. Далее ось на четыре со стопором. И я сюда подложил тоненькую шайбочку. Лайфхак такой. Я беру эту ось и вставляю эти детали. Вот так одну вторую. также можно их поставить вот в эти отверстия. Смысл здесь в том, что мне нужно расстояние от один студ, полтора студа от оси. Расстояние это мне нужно потому, что шестнадцатизубая шестерня с восьмерками будет дружить. А делает она это через полтора студа. Вот такой механизм. Шайбочка это просто для того сделано, чтобы стопор от оси немножко вот сюда зашел и как направляющую как направляющий держал эту шестнадцатизубую шестерню. Далее вот сюда коннектор одеваю и муфточку на него. Это все добро. у меня одевается вот так. Одиннадцатый шаг. Беру коннектор и вот сюда на серенький одеваю. Также я беру вот эти детали и одеваю их на черные пины вот сюда на бисквиты. Далее ось надо не забыть вот эти штучки и вот такие коннекторы вот здесь. Один и соосно с ним надо одеть еще один. Вот. Это будет блокировка вот этих вот. Раз открыто. Раз закрыто. Вторая такая штучка. и прижимаю восьмерочкой. С этой стороны 28. Шаг 12. Соседняя ось вот с этой. Будут они уже взаимодействовать. Сначала одеваю буш. потом вот эту переключалку. Ну ее естественно надо в блокировку вставить. Потом еще один буш. Здесь до конца. А здесь 28. В таком положении тут уже надо смотреть. Это муфта включена, а это переключалка вверху вот тут. Вот так. наглубочек. смещу. так. еще мне кажется. Так. Так. вот так вроде бы нормально переключатели выключились муфта сюда зашла раз вышла вот так вроде нормально синие пины вставляю один черный тринадцатый шаг черная такая деталь ухо вот сюда зашла и в нее пин без трения сюда значит такой коннектор сверху балочка а пин этот у нас будет передавать момент на вторую переключалку вот такую 14 шаг старую муфту сейчас поставим сюда значит ось бушек чтобы муфта по центру была переключалка не очень удобно тут это делать буш падает в недра карабаса вот так значит вот так муфта включена вот так включена это включена Хочется это попробовать еще немножечко. Вот так, вроде хорошо, 4 пина в черные бисквиты втыкаем. Пятнадцатый шаг, беру такие коннекторы, 2 штучки с синими пинами и вот сюда их. Вот эти полулюфтермы фиксирую. Фиксирую. Второй тоже самое. Далее красный пин должен стоять вот в этой штуке. И с этой стороны тоже самое. Вот здесь рамочка. Рамочка со стороны дифференциала. Черные пины у нее тут сбоку. Два штучки смотрят вверх. Они как раз эту рамку фиксируют. Вот в крайнее отверстие вставляю рамку и через два будет синий пин. Вот так. Это пятнашки. Самые длинные. Леговские запчасти. Шестнадцатый шаг. Беру две рамочки. Вставляю вот сюда коннектор. И вот такой вот сюда. Значит вот этот коннектор у нас сзади. Одеваю вот на эти пины. Вот так. И тут еще край на красный. Есть. Далее беру вот такую запчасть. Беру красный пин. Беру буш. Черный пин. И вставляю ее вот сюда. Также рядом вот такой синий пин с крестиком. С другой стороны. Беру два синих пина. И вот сюда вставляю. Семнадцатый шаг. Это у нас верхнее крепление будет. Буис моторов. Что-то я забыл. Да. Точно. Вот такая конструкция. Нехитрая. Сюда ее ставлю. И вот сюда сейчас красной оси вот так фиксирую. Шаг восемнадцатый. Беру сюда такую штучку. И вот такую деталь. Оп. Фиксирую. Далее. Ось на два с коннектором. Вот так. И с этой стороны. И в эту чудо-юдо входит и в коннектор между двумя рамками. Девятнадцатый шаг. Вот сюда мне надо сейчас поставить. Это будет привод на блокировку заднего моста. Значит, одеваю вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Это вот сюда. Что-то надо вытащить. Я сейчас вот это сниму. Этот коннектор сюда. И двенашечку надо аккуратненько. Есть. Оделась. Возвращаю на место. И шрус старого образца. С этой стороны. Все. Есть. Двадцатый шаг. Беру черный пин с коннектором. И вот сюда мне надо ставить. Не очень-то он хочет туда лезть. Вот тут. Так. Поставил. Далее еще один черный пин. Троечка. Но сначала вот такая вот конструкция. пин. А теперь черный пин. пин. Вот так. Хорошо. Далее. Такой коннектор с пином черным. пин. И вот эта девяточка тоже с пином на конце. пином. 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 застр çık né partially человека. И вот сюда вставлю. Все. Вот это привод будет на лакировке. И на трех пинах двигатель здесь будет держаться. Далее вот он и тут вот скрепляем. скрепляем всю эту конструкцию и сверху у меня так черный пин два черных с боков вот сюда заходит далее две такие штучки и у них опять два черных пина ну я еще сразу вот так раз и вот сюда в бока два пина сюда вставляем с этой стороны так прибиваю все держится крепление для буис моторов если нет буис моторов можно наверное и китайские поставить баги моторы я думаю что проблем тут никаких с этим нету она один студик надо чтобы она запирала нет так хорошо есть далее вот так вот такая конструкция попробую сразу и получится нет не хочет не учет бушек все отлично два черных пина такой пин без трения и двенашка это у нас привод будет вот этой шестерни ставлю вот сюда на пины вот этот коннектор одевается вот сюда вот пожалуйста м к крутит и вот эту эти блокировки крутит и выход на блокировку заднего моста все нормально работает ничего не хрустит вот так вот двадцать третий шаг один коннектор сюда и по одному в пятнашки края вот так балочку на 7 одеваю прибиваю еще одну балочку на 7 вот тут в черный пин все зайдет есть далее два черных пина в коннектор сюда красный вот сюда коннектор со второй стороны то же самое красным пином наружу беру треугольнички черный пин здесь понадобится и вот так со второй стороны то же самое далее такую девяточку один два три вот тут с краешку есть и еще два вот так этот семерка здесь стоит длинная балка рядом с ней не ход вот так есть два черных пина один второй вот так двадцать пятый шаг это вот такая штучка стоит она вот здесь держится вот этими коннекторами вот этими наверно трудно будет сейчас сразу ее одеть так вот вот Ну что, оделась. Шаг 26. Вот с этой стороны происходит все действие. Беру пин. Вот такую деталь маленькую. Бушек. И коннектор. Вот сюда одеваю. Это понадобится для того, чтобы установить выхлопную систему. У зетерса глушек тут торчит. Его не за что крепить, поэтому я такое ушко тут сделал. Далее. Черный пин. Вот так надеваю. Сюда. Двадцать седьмой шаг. Беру синий пин. Вот так через одну. И еще через одну вставляем. Девяточку. Вот сюда с краешку. Два черных пина. Так. Теперь через один. Так, тут есть. И еще через один синий пин. Вот так вставляю. Значит, семерка. Вот так. Два черных пина. Сюда. Сюда длинная пятнашка. Значит, вверх. Вот сюда тринашечка. Один отступаю, студик. И надеваю. Вот так. Два черных пина рядом с синим. И через тут. Двадцать восьмой шаг. Я беру сейчас. И вот так пятерочку сюда кладу. Чтобы она у меня оси вот эти все держала. Вместе. Вот сюда черные пины. И вот так. Балочкой связываю. Сверху синеньким. Прибиваю пином. Также здесь. Таким уголком. Здесь. Тоже не помешает. На этом у нас уже крепеж. Ну и напоследок остались у нас главные герои выпуска. Но перед тем, как устанавливать движки, еще раз все проверю. Итак. Блокировки включены. Привод сейчас должен быть полный. Да. Крутится передний привод. И в другую сторону то же самое. Значит. Выключаю блокировки. Все. Передний привод у нас отключен. То есть он может свободно там вращаться. А задний привод крутится быстрее. Все работает. Ну естественно надо будет в определенном положении поставить тоже. Выход из заднего моста. То есть. Вот так блокировка выключена. Когда работает. Нет. Когда работает полный привод. Блокировка заднего моста должна быть включена. А в таком положении. Выключена. Все. Вот сюда одеваю М-мотор. Вот этого крепежа, надо сказать, хватает. Он нормально стоит тут. Далее. Вот они. У нас медленные выходы для Буис-моторов. Вот сюда уши оденутся. И одно ухо сюда. А также вот эти вещи будут тут фиксироваться. Со второй стороны. Здесь одно ухо, здесь второе. Вот тут два верхних. Это приводной вал. всемирäter. Взрыво. Надежда. Вот тут. С counties. Требесто. Охо. Вот здесь. Требесто. 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 Все, движки на месте. Попробую их покрутить сейчас, все работает. Значит, это задняя часть, задний привод, выход на блокировку, вот это крепеж для рычагов, которые держат задний мост, на штатном месте. Здесь также крепятся штатные мерсовские раскосины, ну то есть с минимальными переделками вот эта трансмиссия становится в Zetros. На сегодня это все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok